На Украине формулу Штайнмайера называют предательством, в России – компромиссом. Почему спустя несколько лет Киев одобрил этот план? Для кого он выгоден? И почему он может привести к новой войне? Добро пожаловать в Куб. Шаг к капитуляции Украины, к миру или к новому витку войны. Формула Штайнмайера должна принести долгожданное спокойствие на юго-восток Украины. Но пока она спровоцировала только новые акции протеста. Противники плана говорят, что Зеленский предал страну. «Я никогда не сдам Украину», – заверил Зеленский. Он подчеркнул, что формула Штайнмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма, ни отказа от Донбасса. Формула не вступит в силу, пока, по словам Зеленского, Украина не получит контроль над всей границей с Россией. И пока из Донбасса не будут выведены все военные. Не будет выборов под дулами пулеметов, – пообещал Зеленский. Что вообще такое формула Штайнмайера? Если кратко, то в смопровозглашенных ДНР и ЛНР должны пройти выборы по украинским законам. И если ОБСЕ признает эти выборы состоявшимися, то в республиках на постоянной основе вступит в силу закон об особом статусе Донбасса. Критики Зеленского говорят, что он пошел на уступку Москве. Глава Российского мира Сергей Лавров говорит, что уступку, наоборот, сделала Москва. Почему? По словам министра, изначальный текст предполагал, сначала закон об особом статусе и фиксации его в Конституции, а потом проведение выборов. Этот план полностью разрушает минские договоренности, убежден бывший украинский президент Петр Порошенко. Он опасается, что будущее Донбасса будут определять граждане России. Когда кто-то думает о скором проведении выборов на оккупированной территории под дулом российских автоматов, не надо забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже выданы десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов. Главы самопровозглашенных республик убеждены, что теперь ДНР и ЛНР получат особое право на самостоятельное определение своей судьбы. Мы будем сами решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан, наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Для кого вообще выгоднее эта формула? Для России или для Украины? Политолог Глеб Павловский считает, что пока в выигрыше скорее оказывается Москва, потому что для российских властей выгодны нечеткие формулировки. Политолог опасается, что из-за этой недосказанности формула может привести к новой войне. Вопрос просто, что будет, когда выборы пройдут, а при этом выяснится, что сторонники Киева реально в силу общественной атмосферы, в силу атмосферы насилия, которая там есть, реально сегодня, не смогут в них участвовать, просто откажутся в них участвовать. Или побояться репутационных рисков, когда те, кто сегодня контролирует Донбасс, окажутся в преимуществе, независимо от выбора. Поможет ли формула Штайнмайера установлению мира на Украине? Большинство наших подписчиков считают, что нет. Нам интересно ваше мнение. Голосуйте, пишите комментарии и, конечно, следите за Кубом.